МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каковы основные причины пожаров в Лицком районе? Уменьшается ли их количество и какая профилактическая работа ведется? Об этом не только сегодня в программе «Из первых уст». Сегодня у нас в гостях начальник Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Иванович Белявский. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Телефон студии по-прежнему 182, короткий номер для смс-вопросов 9703. В течение получаса звоните, пишите, задавайте ваши вопросы. Дмитрий Иванович, вы в должности с прошлого года. Как давно в профессии в целом? В целом я в профессии уже более 26 лет. В 90-м году я поступил в Львовское пожарно-техническое училище, тогда еще МВД Украины. Закончил его в 93-м, был направлен для работы в Республику Беларусь. Попал в Гродненскую область, город Лида. И первое мое место службы было военизированная пожарная часть номер 7 по охране ООО «Краска». Там я проработал долгое время в различных должностях. И вот в 2014 году был назначен на должность первого заместителя начальника отдела. И с 2016 года возглавляю Лицкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям. Как вы оцениваете ситуацию в регионе? Несколько слов о статистике. Какие вызовы чаще всего поступают в отдел? В целом ситуация в регионе с пожарами и гибелью на них людей остается сложной. В 2015 году у нас произошло 99 пожаров, а в 2016 уже 118. То есть рост пожаров на 19%. Что касается гибели людей на пожарах, то в 2015 году погибло 10 человек, в 2016 году погибло 9 человек. Ну какие вызовы? Вызовы поступают различного характера. В основном это вызовы, связанные с чрезвычайными ситуациями. Очень часто люди звонят о возникших пожарах в жилых домах, квартирах, в надворных постройках. Также часто бывают наши подразделения, выезжают на заведомо неложные вызовы. То есть бдительные граждане, увидев из форточки, они думают, что дыма это идет, парк при приготовлении пищи на кухне. Звонят в службу спасения, мы выезжаем, уже разбираемся на месте. Также мы выезжаем на предаварийные ситуации. То есть задымление без последующего горения. Это может быть короткое замыкание электропроводки или оставленное без присмотра, готовящаяся пища на кухне. Много у нас выездов, которые и не связаны с боевой работой. Например, помощь гражданам при открытии дверей. Когда гражданин обращается с такой просьбой к нам, диспетчер Центра оперативного управления принимает решение. Если в квартире есть малолетние дети или престарелые граждане, больные граждане, которым требуется экстренная помощь, или же оставленная без присмотра, допустим, пища на плите, значит, наши подразделения выезжают немедленно и мы оказываем помощь по открытию дверей. Но хотел бы только пояснить гражданам, мы на сегодняшний день не имеем специальных приспособлений, чтобы открыть замок и не повредив его. Поэтому работники наши проникают в квартиру или через открытые форточки, балконные двери. Ну, в случае, если все закрыто, значит, нам приходится резать замок или же где-то пытаться там снять штапики из форточек, проникнуть уже в квартиру, чтобы открыть дверь изнутри. Но у нас сегодня в городе есть служба, которая занимается открыванием дверей. Значит, служба работает круглосуточно, в течение полчаса мастер по вызову выезжает к гражданину, значит, они имеют специальные приспособления и навыки для того, чтобы открыть дверь, не повредив ее. Ну, конечно же, это уже услуга платная, значит, но граждане вот могут ей также воспользоваться. Еще мы выезжаем нередко на, значит, по просьбе граждан на уничтожение жало на опасных насекомых. Опять же, диспетчер Центра оперативного управления принимает решение, если это угрожает, это жизнь и здоровье людей, мы немедленно выезжаем и вот делаем эту работу. Есть смс-вопрос, сложная ли для МЧС выдалась зима? Ну, в принципе, сложного, наверное, ничего не было, то есть все вопросы у нас решались в рабочем порядке. Пожары, не скажу, чтобы были больше запечного отопления, ну, практически все как всегда. Все службы были подготовлены к зиме, в принципе, и дороги чистились вовремя, значит, крыш. Снег вовремя очистился, ну, то есть такой аварийной ситуации не было. Как раз о крышах следующий смс. Занимается ли МЧС сосульками на крышах? Значит, МЧС сосульками на крышах занимается в каком плане? То есть мы проводим рейды и мониторинги, особенно вот по нашим зданиям, там, гибермаркеты, допустим, еще здания с большими площадями и крыш, и с руководителями уже решаем вопросы. Если есть приспособленная техника у руководителей, значит, она, в принципе, они должны быть готовы к зиме. Они вот эти вопросы решают сами уже в крайнем случае. Работники МЧС в крайнем случае, если угрожают уже жизни людей, опять же, мы можем выехать, помочь. Но если это планово, то можем выехать, помочь на платной основе. Возвращаясь к статистике, Вы сказали, что 9 человек погибло на пожарах в предыдущем году. Каковы основные причины пожаров и гибели людей на них? Ну, основные причины пожаров, в принципе, как и в 2015, и в 2016 году, это неосторожное обращение граждан с огнем при курении в постели в нетрезвом состоянии. То есть в 2016 году 8 из 9 пожаров произошли по этой причине. Один пожар произошел по причине аварийной работы холодильника, где также погибла гражданка нашего региона. Как начался этот год? Были ли какие-то серьезные и чрезвычайные ситуации? Ну, значит, в этом году у нас произошло уже 11 пожаров. Это на два случая больше, чем в прошлом году. Значит, какие были пожары? Пожары были, значит, жилых домов, квартир и надворных построек, один пожар грузового автомобиля. На этих пожарах гибель людей не допущена. Ну, а что касается, если брать статистику с 2015 годом, ну, вот 2015 год выдался более сложным. Вот на этот период у нас уже была гибель четырех людей на пожарах. Еще есть у нас вопросы. Где планируется использовать снегоход? Значит, снегокод планируется использовать при оказании помощи, допустим, на льду рыбакам. Если кто-то провалился под лед, понятно, что у нас весь Лидский район, вокруг района много болот и озер. Добраться на простой технике очень сложно. Значит, снегокод будет использоваться, например, в этих случаях. То есть, у нас есть сани-волокуши, мы можем доставить туда и какие-то плав-средства этим снегоходом. Также, значит, достав пострадавших. Опять же, на этих санях мы можем их доставить вот уже к трассе, где их будет ждать скорая медицинская помощь. Спасибо. Сейчас перервемся на небольшой блок рекламы, после чего продолжим программу. Напоминаю, телефон студии 182. Короткий номер для СМС. Мы продолжаем программу. Напоминаю, на студии начальник Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Иванович Белявский. Телефон студии 182. Короткий номер для СМС. 9703. Звоните, пишите. Мы ждем ваших вопросов. Дмитрий Иванович, я знаю, что поступают звонки к вам с просьбами спасти кота, собаку, лебедя. Должны ли сотрудники МЧС выезжать по таким вызовам? Ну да, к нам поступают такие звонки, действительно. И не только. Поступают еще звонки по отлову бездомных, там, допустим, котов и собак. Ну, диспетчер ЦОУ такие звонки переправляет, значит, в ГУБ ЖКХ. Там создана специальная служба по отлову бездомных животных. В течение дня отделение ЖКХ приезжает и выполняет эту работу. Ну, уже в случае, если домашнее животное попало действительно в беду, то есть, ну, допустим, собака или там кошка засунула там где-то голову между каких-то прутьев забора, или там где-то завал какой-то образовался, осталось домашнее животное там, конечно же, мы обязательно выйдем и окажем помощь. Что касается диких животных, то дикими животными у нас занимается специально созданная при Литском исполнительном комитете комиссия, уже которая наделена полномочиями привлекать те или иные службы для отлова или спасания попавшего в беду дикого животного. СМС-вопрос. В прошлом году от удара молнии дом сгорел? Был такой случай? Ну, пожаров было много. Может быть, могу и ошибиться, но были случаи, у нас и не один случай, что от удара молнии сгорали дома. Скорее всего, было и в прошлом году. Приходилось ли этой зимой спасать рыбаков? Да, приходилось. Выезжали мы, значит, на спасение рыбаков, вот на карты. Приходилось, если я не ошибаюсь, граждане из Слоним, скорее из города Слонима. В зимний период особенно актуальна тема печного отопления. Скажите, что должны знать владельцы печного отопления, чтобы не стать жертвой пожара? Ну, значит, как гласит поговорка, готовь сани летом, а телегу зимой, так и с печным отоплением. Печное отопление нужно готовить к отопительному сезону задолго до наступления холодов. Значит, что нужно знать гражданам по эксплуатации печного отопления? Во-первых, печь должна иметь отдельный фундамент. Значит, от нагретых поверхностей печи до сгораемых стены или перегородок должен быть воздушный зазор. Так называемая противопожарная отступка. Значит, печи и дымоходы не должны иметь трещин. Значит, дымоход в пределах чердака должен быть поберен известковым раствором, для того, чтобы в случае возникновения трещин сразу это было видно на белом фоне. Также необходимо чистить дымовую трубу перед началом отопительного сезона и затем в отопительный сезон не реже, чем один раз в три месяца. Значит, также при пересечении дымовой трубы сгораемых конструкций перекрытия или крыши делается утолщение. Ну, так называемая уже противопожарная разделка. Далее, значит, печи запрещается топить с открытыми дверцами, оставлять без присмотра топящие печи, применять для розжига печей легко воспламеняющиеся и горючие жидкости. Для того, чтобы случайно выпавший уголек из печи, значит, не привел к пожару, возле топочных отверстий сгораемый пол защищается при топочном листу. То есть, из негорючего материала размерами 50 на 70 сантиметров. Значит, рекомендуем людям топить печи по 2-3 раза в день, не более чем полтора часа. Последняя топка должна производиться примерно за 2 часа до отхода ко сну. Это для чего нужно? Для того, чтобы уже все дрова сгорели, и, значит, хозяин мог спокойно закрыть дымоход, не боясь от угарного газа. Что можно сказать еще? Значит, залу надо выбрасывать на расстоянии не ближе 15 метров от сгораемых зданий и сооружений. Ну, вот, в принципе, такие основные... Основные правила? Да, правила безопасности для печного отопления. Еще СМС-вопрос. Есть ли гражданские вакансии? Нет, на сегодня вакансий нет. Если говорить о профилактической работе, какая работа ведется, чтобы сократить количество пожаров и гибели людей? Значит, ну, в целях предотвращения пожаров и гибели на них людей, работниками лицкого РУЧС, совместно с созданными при сельских исполнительных комитетах и же со смотровыми комиссиями, проводится, значит, адресная проверка противопожарного состояния жилых домов. В ходе этой проверки мы выявляем нарушение правил пожарной безопасности, объясняем гражданам, как их устранить, и ведем контроль за устранением. Также при этих проверках мы проводим противопожарные инструктажи, значит, вручаем памятки, в которых указаны основные правила пожарной безопасности для жилых домов. Значит, кроме этого, нами проводится широкая разъяснительная работа с гражданами. Ну, вот это и выступления на телевидении, на радио. Значит, мы готовим статьи в районные газеты, значит, готовим и озвучиваем там аудиоролики, а также и видеоролики в местах с массовым пребыванием людей. Наши работники выступают в трудовых коллективах, на сельских сходах граждан. Ну, в принципе, такая профилактическая разъяснительная работа нами проводится. СМС-сообщение. Спасибо, что спасли птицу возле элитской недвижимости. Ну, пожалуйста. Еще один блок рекламы, после чего продолжим. Напоминаю, телефон студии 182, короткий номер для СМС 9703. Пишите, звоните, еще есть время. Мы продолжаем программу. Напоминаю, на студии начальник Лицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Иванович Белявский. Телефон студии 182, короткий номер для СМС 9703. Еще есть время. Звоните, пишите. Дмитрий Иванович, я знаю, что в этом году в Лиде планируется открыть образовательный центр безопасности. Расскажите об этом. Ну да, действительно, в планах это есть. Сегодня МЧС уделяет большое внимание обучению в основам безопасности подрастающего поколения. В каждом районном центре, ой, в каждом области и в городе Минске будут созданы такие центры. Значит, вот областной центр будет создан на базе Лидского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Значит, что там будет происходить? Значит, там будут обучаться в основном дети. Обучение будет проходить группами по 15-30 человек. Уже зайдя в гардероб, который у нас оборудован под общественный автобус, детям будут рассказаны правила поведения в общественном транспорте, правила посадки-высадки из автобусов, правила поведения там на остановках. Далее мы проходим в комнату для тестирования, где обучающимся в присутствии педагога будут показываться различные ролики. Затем будет проводиться тестирование на знание вопросов безопасности. После проведения тестирования, значит, обучающаяся проходит в следующую комнату. Это тренажер на Беристу-1. Там расположены кабинки, и на кабинках изображены различные чрезвычайные ситуации. Ребенок заходит в кабинку-1, берет телефон, набирает службу спасения и описывает ту ситуацию, которую он видит на картинке. Далее он может, поговорив с диспетчером, он может сам прослушать свое сообщение, убедиться, правильно он сказал или нет, и также повторить данное мероприятие. Дальше учащиеся будут пробовать свои силы на тренажере обучения тушения пожара. То есть там при помощи огнетушителей, макетов, ну они будут такие же, как и настоящие огнетушители, учащиеся будут тушить пожары. Далее мы проходим в комнату задымления, значит, где будем проходить по лабиринту, то есть условия, приближенные к настоящей комнате, выключен свет, будет сценический пар опускаться, значит, будут имитации огня, и уже только по световым указателям выхода обучающиеся будут искать выход из этой комнаты и эвакуироваться. После этого, значит, у нас есть тренажер правила поведения в лесу. Опять же, вот комната оборудована под лес, рассиживаются обучающиеся на пеньках, и будут демонстрированы фильмы, значит, там будут обучаться правилам поведения в лесу, что делать, если вас укусил клещ, что делать, если встретились со змеей, в принципе, как ориентироваться в лесу, как выйти, как не заблудиться. Дальше на тренажерах медицины, значит, обучающие получат не только теоретические, но и практические навыки оказания первой доврачебной помощи. Дальше идет у нас тренажер спасания на водах, где будет рассказано, как вести себя на воде, как в зимний, так и летний период. Ну, в принципе, вот практически вот такие будут мероприятия в центре. СМС-вопрос. Что сейчас в здании старой пожарной части с Каланчой? Ну, вот то, о чем я только что сейчас рассказывал. То есть образовательный центр? Да, образовательный центр, который сдастся в этом году в эксплуатацию. Можно ли посетить пожарную часть школьника на СМС-вопрос? Да, конечно. У нас периодически проводятся экскурсии. Позвонив к нам в подразделение, мы согласуем время, и наши работники покажут ребятам пожарные машины, покажут, как одевется боевая одежда, технику, вооружение, снаряжение. То есть это все время у нас так проводится. Гордимся, что научили. Плакаты с таким слоганом появились в городах нашей республики. Для чего признана эта социальная инициатива? Ну, значит, наш город тоже не стал исключением. Такой плакат у нас имеется напротив здания пожарного депо со стороны городского парка. Эта инициатива нужна для того, чтобы родители не оставались в стороне от воспитания детей основам безопасности жизнедеятельности. Значит, наши спасатели разработали листовки, брошюры, разукрашки на эту тематику, где дети с родителями могут ими воспользоваться. Также родители прямо сейчас могут начать простые уроки безопасности своими детьми, используя раздел «Мультимедийные материалы по ОБЖ» на сайте МПЧС, который находится в 112.by. В принципе, вот именно для этого. Еще смс-вопрос. Есть ли реальная помощь от автономных пожарных извещателей? Реальная помощь есть. И сегодня мы по республике имеем уже более 2000 случаев, когда автономный пожарный извещатель спас человеческую жизнь. Ну и как я всегда говорю, что это только статистика. Потому что при сработке автономного пожарного извещателя, когда гражданин сам, уже проснувшись или где-то прибежав в дом на улице, находясь, тушит какие-то небольшие очаги пожаров, он, понятно, что в наше подразделение не обращается за помощью. И мы об этом не знаем. А помощь реально есть. А мобильное приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом»? Вкратце расскажите, чем оно может быть полезно людям? Значит, пользователи смартфонов и планшетов сегодня могут скачать обновленную версию приложения МЧС Беларуси «Помощь рядом». Значит, спасатели изучили рынок программ для мобильных телефонов, ну и поняли, что, значит, такого приложения, где четко могут быть расписаны какие-то нестандартные ситуации и как из них достойно выйти, его нет. Поэтому, значит, вот было разработано такое приложение. Вот, кстати, оно у меня есть на телефоне. Здесь имеется пять разделов. Вот первый раздел, что делать. Если мы его откроем, значит, увидим порядка 50 различных нестандартных ситуаций, которые могут произойти с любым человеком в любую минуту. Вот в дом заползла змея, выбила пробки, гнездо в доме, горит лес, дорожно-транспортное происшествие, загорелся человек, залетела летучая мышь и так далее. То есть, открыв любое из этих ситуаций, здесь идет пошаговая консультация, как поступать в этой ситуации. Значит, дальше, следующий раздел, первая помощь. Значит, в этом разделе рассказывается о том, как провести первую медицинскую помощь до приезда работников здравоохранения. То есть, если открыв этот раздел, вот, допустим, мы открываем раздел кровотечения. Значит, что тут интересно? Значит, открыв этот раздел, мы не только можем прочитать, но уже мы можем услышать рекомендации, как нам спасти человека в той или иной ситуации. И нам не нужно отвлекаться на чтение, мы слушаем рекомендации и выполняем то, что нам говорят. Значит, дальше мы увидим третий раздел. Это карта неблагоприятных явлений. То есть, здесь мы можем, вот, открыть свою область, где мы находимся. И вот видим, что на сегодняшний день. То есть, вот сегодня, если почитать, 26 января, на большей части территории ожидается резкое понижение температуры воздуха. То есть, резкое понижение уже как бы опасность. Дальше идет рекомендация МЧС. Что делать в этой ситуации? Понятно. Также вот по изменению погодных условий пользователям приложения приходят смс-сообщения по изменению условий. Дальше, значит, четвертый раздел называется «Проверь себя». Здесь различные тесты. И если мы плохо ответили на тесты или чего-то не знаем, у нас есть пятый раздел, называется «Энциклопедия». То есть, в этом разделе мы можем почитать уже по данным вопросам, которые нас интересуют, все остальное. И что еще? Вот немаловажно, вот на каждой страничке имеется, значит, телефончик службы спасения 112. На каждой страничке. Если мы забыли номер, там где-то человек, понятно, в панике. То есть, нажав на 112, мы попадаем на центр оперативного управления, того региона, где находится человек. И понятно, что МЧС всегда придет на помощь. То есть, весьма полезное приложение. Очень полезное приложение. Это и для взрослых, и для детей. Необходимо всем установить. Мы, думаю, посоветуем нашим телезрителям, чтобы как можно реже приходилось этим пользоваться. Наше время программы подошло к завершению. Спасибо вам за участие. Спасибо. Спасибо вам, уважаемые телезрители. Мы прощаемся. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова